Более 30 лет курсанты Сызранского вертолетного училища обучались на нем искусству пилотирования. Теперь у него новое призвание – стать наглядным пособием для студентов Самарского университета имени Королева. Самый массовый в истории авиации вертолет Ми-8 доставили в сердце Самары. Благодаря этой машине курсанты военного учебного центра, который создан при ВУЗе, будут знакомиться с устройством легендарной «восьмерки». Действительно долгожданное событие. Вертолет поставлен по линии Министерства обороны. Директивы подписаны командующим военно-воздушными силами. Теперь будет обучать наших курсантов. Здесь навык и в области эксплуатации планера, вертолета, двигателя, в области эксплуатации авиационного вооружения, авионики, в области эксплуатации радиоэлектроники. Все будут делать своими руками. Проверять, закреплять, ну и потом показывать, что они получили, что они знают. Чтобы доставить в учебный центр вертолет, пришлось разобрать на части. Шасси, топливные баки, лопасти и даже хвостовую балку. Согласно программе обучения, курсанты, которые проходят военную подготовку при университете, должны получать практически навык на авиационной военной технике. И Ми-8МТ является универсальной машиной для изучения. В ангаре учебного центра уже есть два истребителя МиГ-29. Теперь к ним присоединится и Ми-8. Конечно, самолет мы изучаем на самолете, а вертолет нам приходится по книжкам изучать. У нас есть двигатели, отдельные узлы, элементы, но когда целый вертолет привозят, это, конечно, очень интересно. Хотелось бы в кабине посидеть, в любом случае подергать элементы управления. Но, с другой стороны, специальность у нас двигательная, а хотелось бы узнать, как устроен двигатель и, в том числе, редуктор. Все-таки это сердце вертолета. Мы даже выбежали во время подготовки. Нам разрешил товарищ МВР. Ми-8 впервые в истории совершил полет в 1975 году. Позже модель проходила неоднократную модернизацию. Сегодня транспортно-боевой вертолет активно эксплуатируют в 50 странах мира. Известен он и тем, что способен работать в условиях Арктики и Крайнего Севера. Гульфия Сафин, Сергей Баскин. События.